В этом доме я прожила 42 года. Дома рушатся, потолки, полы, все это сгнило у нас. Конечно, хочется жить в хорошем благоустроенном доме, как вот, например, вот эти вот новостройки. Последние годы расселение из аварийных бараков активно шло за счет бюджета. В прошлом году город досрочно завершил региональную программу. Новое жилье получили больше трех тысяч человек из 117 бараков. Благодаря этому президент поручил рассмотреть вопрос о выделении Краевому центру дополнительных средств из федерального бюджета. Переговоры с правительством об этом сейчас ведет губернатор края Виктор Толоконский. Мы пытаемся получить в Москве дополнительные деньги на расселение ветхого аварийного в городе Красноярске под универсиаду. Мы закончили региональную адресную программу по переселению из аварийного жилья досрочно на два года. Это была федеральная программа, что дало нам право попросить в фонде дополнительные денежные средства на снос бараков. Но расселить всех и сразу только за счет бюджета невозможно. Поэтому по инициативе главы города в Красноярске началась реализация проекта развития застроенных территорий. Когда снос аварийных бараков, расселение жильцов и благоустройство обновленного района финансируется непосредственно за счет инвестора. Уже сейчас в проекте участвуют 26 бараков. Часть из них в микрорайоне Вавиловский. Здесь три года назад началась так называемая реновация района. На месте нескольких бараков выросли современные дома. Возле каждого оборудованная детская площадка и хорошие дороги. Благоустройством домов здесь занимается не только застройщик, но и жители и общественные организации. Наконец-то у нас в наши дворы пришла эстетика, которая есть у нас вокруг наших, на центральных улицах, в наших парках. Сейчас эта эстетика пришла к нам в наши дворы. Не только во дворы, но и на соседние объекты, которые еще совсем недавно были в прямом смысле неухоженными. Например, территория возле Тюза. Теперь здесь самый настоящий вернисаж. Еще один пример – территория бывшего стадиона «Водник», где после 20 лет запустения возводится новый спорткомплекс. Смогли найти решение вопроса. И микрорайон «Вавиловский» сегодня, наверное, пример. Это сегодня и якорная площадь, это сегодня и площадка перед Тюзом, это сегодня спортивные планы. Что меня, например, очень так импонирует, мне волнует то, что это, во-первых, спортивные объекты. «Вавиловский» – один из самых старых районов. Это значит, что здесь достаточно много людей необходимо переселить из бараков в современное и комфортное жилье. А переселение станет возможным, если в городе будет и дальше активно реализовываться проект развития застроенных территорий. В его поддержку инициативная группа жителей направила письмо мэру и губернатору. Елизавета Курочкина, Станислав Салтыков, Новости ТВК.